Господа, а я ёлочку ещё не убрала. Привет, мои дорогие, привет, мои родные! Ну как без шляпы, звездочёта и волшебника, когда завтра начинается настоящий Новый Год по восточному календарю, по китайскому календарю, вправо вступает бычок, год металлического быка или золотой коровы. Это завтра, а сегодня у нас Новолуния, Новолуния Водолея. Но сегодня, что я хочу вам рассказать, у нас же ведь Раху и Кету, они находятся на оси Стрелец и Близнецы. Близнецы, в принципе, сейчас прожектором высвечены во Вселенной. Что ожидать каждому знаку Зодиака согласно Раху? И кто такой Раху? Показываю, что это за Раху. Это голова дракона. По ведической астрологии, когда-то был целый дракон Раху-Кету, а потом его разделили пополам. Раху – это голова дракона, это путь нашей эволюции. Да-да-да, вот такой вот устрашающий дракончик с горящими глазами, ненасытной пастью. Он летит и все поглощает на своем пути. Сейчас вот этого гобзика слопает точно. Так вот, когда мы развиваемся с вами по Раху, то мы потом плоды собираем. А когда мы по Кету развиваемся, то мы можем терпеть фиаско. Почему? Потому что Кету – это наши дары, таланты. Это то, что мы всегда умеем. Это то, что мы можем взять с полочки, в любой момент применить, притворить в жизни. Раху нас заставляет, вынуждает, провоцирует, сподвигает на новые подвиги, на новые поступки, расширить горизонты своего сознания, свою сферу влияния. Поэтому у кого, в каком доме гороскопа находится Раху, я сейчас озвучу. Сегодня мы прибегнем к нашей дорогой колоде Ошо Цзен. Эта колода, она способна до таких струн души достучаться, так глубоко в бессознание каждого заглянуть и такие дать мудрые советы, а, возможно, ведь от чего-то и предостеречь. А какой год нас ждет вообще, год быка, год металлического быка и золотой коровы? Что нам этот год обещает? Вообще год – это больших перемен. Огромных возможностей. Очень многие будут идти вперед и совершать квантовые скачки. Бык – это животное степенное, осторожно в какой-то степени, но если надо, он будет действовать быстро и напролом. Вспомните сказку Маугли. Помните, когда надо было Шархана поставить на место, наказать за то, что он там совсем распоясался? Когда Маугли оседлал, как Теодора, да, в кориде этого быка, огромного буйвола, у которого глаза налились кровью, он его пытался скинуть, так ведь он быстро с ним договорился. Что он ему сказал? Помните, мы с тобой одной крови, ты и я. И все, бычок покорно пошел вперед, а за ними все стадо этих быков. Поэтому вот с быком можно договориться. А теперь я сниму свой волшебный колпачок и расскажу для каждого знака, что хочет от него Раху до января, до 18 января 2022 года, в чем будет особенно помогать, где горизонты будут расширяться, где будет дано очень много возможностей. И мы, конечно же, обратимся к нашей дорогой колоде Ошо Цзен, которая тоже в помощь. Основную вибрацию посмотрим по этим картам для каждого знака зодиака. И кто вообще не понимает, о чем идет речь, я напоминаю, что Раху – это северный кармический лунный узел, который каким-то мистическим образом сказывается на нашу судьбу. Он нам помогает, он нас подталкивает, он нам показывает. Обрати внимание именно на эти дверки в своей судьбе. Именно здесь, открыв эту дверку, ты увидишь совершенно другие горизонты, совершенно другие возможности. Ну что, поехали? Раки, мои дорогие, раки, сородичи, мои родные, у нас с вами 12 сектор гороскопа. О чем мы с вами будем просить бычка белого, металлического, да, или золотую, желтую корову? А мы будем просить их помочь нам комфортно завершить какие-то циклы. Да, у нас циклы идут по Сатурну, 30 лет, да, ну кто вот постарше, по возрасту постарше. 20-летний цикл у нас по Юпитеру, 18-летний цикл у нас с вами завершился, 19-летний цикл по лунным кармическим, по лунным кармическим узлам, Раху и Кету, да. И сейчас после первого дома гороскопа, когда тоже по нам там на логово прошлась как следует, у нас идет завершение. То есть мы сейчас, нам дам такой духовный сектор, духовный дом. Этот год, 18 января 2022 года, нам с вами надо много о чем подумать, переосмыслить, что мы с вами оставляем в прошлой жизни, что мы поблагодарим и уже отпустим, а что мы с собой возьмем дальше, уже обновленное, да, как апгрейд происходит у каких-то файлов. Вот что мы с собой возьмем на следующие циклы. У нас идет закладка нового, долговременного, и какие проекты мы с вами понесем, уже будем отдавать миру после 18 января 2022 года. Там у нас включается 11-й сектор гороскопа. 11-й сектор гороскопа – это дом интернета, это дом больших, классных, нужных связей, это дом больших мечт. Будем с вами визуализировать, мечтать, корректировать свои мечты, потому что горизонты-то расширяются. Бычок нам всем в помощь, и золотая корова тоже. Повесьте себе магнитик с золотой коровой или с белым металлическим бычком. Сейчас продаются такие магнитики прикольные. Там монетка, пятачок, допустим, золотой, да? Посимаронить же можно, да? Ты потерли этот на намерение в битачок, и все, и что-то исполняется. Симарон тоже классно иногда использовать, если с умом это делать. Ну что, для нас, для раков карта? О, шо, дзен. Такой оракул шикарный. Он такие нам дает подсказки. Вот где глубина-то, вот где все струны души-то задеты. Вот где без сознания-то. Хорошо заглядывать, что там у нас происходит. Хо-хо-хо. Карта скряга. Представляете? Женщина на этой карте с крягой, она себя окружила какой-то крепостью, и она цепляется за это свое имущество. Она боится его потерять. То есть мы же знаем законы Вселенной, как только мы начинаем за что-то цепляться, за что-то держаться, что-то боимся потерять, напрягать Вселенную, или что-то от нее прямо вот требовать. Это, конечно, ускользает сразу же из нашей жизни, из нашего поля зрения. Как только мы что-то отдаем, отпускаем, как говорят, хороший закон Вселенной, что ты отдаешь, что твое. Поэтому, девочки, мальчики, мы ни за что не цепляемся, мы не похожи на эту женщину-скрягу, потому что это ни к чему хорошему не приводит. Мы не ограничиваем свой мир. Мы не ограничиваем свое сознание вот тем материальным мирком, который вокруг нас есть. Зрим, как говорится, расширяем, масштабируем, расширяем свое сознание. Платиновое мышление должно быть. Карта заставляет нас взглянуть на то, за что мы так сильно цепляемся, что нам, кажется, необходимо защитить. Так что вот отпускаем, отпускаем. То, что есть, то, что... Понимаете, то, что наше, то останется с нами. Это касается еще людей из окружения, между прочим. Те люди, которым с нами по пути, они с нами. Те люди, которым с нами не по пути, они отойдут, они найдут тысячу причин, чтобы выйти из вашего поля. За что бы вы ни цеплялись, помните, что вы не можете взять это с собой. Ослабьте свою хватку, почувствуйте свободу и широту, которая может принести щедрость. Так что по этой карте мы еще проявляем щедрость, благодушие, благородство. Так, далее у нас львы. Северный кармический лунный узел, вот этот Раху, да, голова Даркона находится в 11 секторе гороскопа. Сейчас до 18 января 2022 года у львов у нас говорит о чем? О том, что пора налаживать, пора строить новые связи, налаживать мосты, сектор интернета, это дом без границ, хорошо свой бизнес переводить на интернет-площадку. Здесь у нас лучшие друзья проигрываются, то есть партнерство с лучшими друзьями. Может быть, Раху что? Раху он все расширяет, все расширяет. То есть, возможно, вернутся какие-то старые друзья, вы с ними там какой-то бизнес, какой-то проект, возможно, организуете. Или вы переведете свой бизнес в интернет, или это будут какие-то социальные сети, какие-то группы людей, потому что по 11 дому у нас еще идут организации. То есть создание каких-то групп людей, организаций, какие-то предприятия, клубы по интересам. В общем-то, здесь все поле деятельности очень широкое у львов. Сейчас мы посмотрим, что им Ошо Цзэн советует. Ух ты! Осознанность! Смотрите, какая классная карта. Смотрите, здесь человек, человек как будто себя снимает какую-то дымку. Он как будто жил в какой-то пелене, был заколдованный, да, как будто злая колдунья его заколдовала, а какая-то добрая его расколдовала, да, расколдунья такая из уральских пельменей пришла. Ну, я шучу, конечно. Ну, действительно, смотрите, вот эту мантию снимает, а там такое лицо его, его суть, его душа. Человек выходит из оков прошлого жизни. Это, знаете, сродни птице Феникс, которая раз и воскресла из пепла, возродилась, обновилась. Посмотрите, как у всех знаков, да, 2021 год. Это мощный год. У нас у всех идёт перерождение. Мы с вами вошли в новую эру, эпоху Водолея. А не за горами в 2027 год, там у нас эпоха Спящего, эпоха Христа Спящего Феникса. То есть не за горами у нас эпоха Ренессанса. И вот эти перемены, они приходят, когда вы готовы. Возможно, они болезненные, но они уже необходимы, и вы к ним морально готовы. Так что вот это прямо совет дорогого. Не бойтесь никаких обновлений. В этом году точно вы уже вот эту вот шкурку, вот этих всяких, скинете с тебя этот груз усталости, неверия, разочарований, возможно, да, и какая-то пелена, какая-то завеса тайн уйдёт вот так вот с ваших глаз. И вы прозреете. Прямо вот инсайды, инсайды, тут всё. Девы. У дев, получается, 10-й сектор гороскопа задет. Там Раху у вас властвует до 18 января 2022 года. Что такое 10-й сектор гороскопа? Это дом статуса и карьеры. Раху он всё расширяет. Ну, во-первых, вы можете стать родителями, да, статус поменялся. Вы можете дедушкой, бабушкой, кто постарше становится. Вы можете эмигрировать, то есть статус поменяли. Своё гражданство по 10-му сектору, часто такое бывает. Вы, вас повышают в должности. То есть по 10-му сектору у нас всегда идёт повышение по статусу. Возможно, вы резко захотите поменять свою работу. Если там будет аспектировано ещё Ураном, а Уран – это у нас вообще планета такая революционеров, которая резко может вообще всё с ног на голову перевернуть, не спросив вас. Сегодня вы ложились спать, вроде всё было спокойно. Завтра вы просыпаетесь, вы понимаете, что вообще всё поменялось в вашей жизни. Такое тоже может происходить. Вначале вы думаете, «О, Боже, за голову хватаетесь! Как же так?» А потом, спустя какой-то промежуток времени, вы понимаете, что, блин, классно! Это всё к лучшему! И карту достаем для наших дорогих дев. Ошу Цена. Оракул у нас. Отпустить себя. Прекрасная карта, тоже позволяющая заглянуть глубоко в своё бессознательное, в своё душу. Где вы себя там закрепостили однажды? Что вы себе не разрешали долгое-долгое время? Что мы у быка сейчас просим, дорогие девы? В чём просите его? Помочь! Помочь! Идти вперёд! Расслабиться! Довериться этой жизни, этому миру, вселенной! Когда мы доверяем вселенной, вселенная доверяет нам и проще осуществлять задуманное, когда мы ставим цели, мечты мотивированы, всё и получается, и мы балдеем от самого процесса, когда у нас, мы горим каким-то делом, всё спорится, всё спорится, когда у нас есть дело по душе, дело жизни, так скажем, да? Приходите на консультацию, посмотрим предназначение, обязательно я вам помогу направить ваш корабль судьбы к берегам процветания в нужном курсе, потому что, оказывается, я очень была удивлена, что 95% по последней статистике не знают своего предназначения ещё до сих пор. Ну вот я вам в помощь, астропсихология, формула души, которая видит душу, видит дух, стержень. У некоторых, вот он либо есть, либо его нет, вот этот вот стержень, да? Кто-то очень сильно зависим от обстоятельств, тоже можно поменять, ничего фатального нет. Это всё подсказки, которые нам даётся для того, чтобы мы уже отследили, где мы шли не тем путём, где сбой-то был, где заторы, и уже тогда открываются совершенно другие двери, осознанные, когда человек уже повышается уровень сознанности, и человеку появляется это видение, и проще идти. Вот по этой карте ещё отпустить себя. Здесь, знаете, какие-то долгие циклы подходят к завершению, и вот когда мы понимаем, что что-то там не там, что-то там болит, долго уже болит, и туда страшно заглянуть, понимаете, глубоко в себя. Почему люди ещё не совершают прорывов? Потому что вот кризисы же у каждого у нас происходят, и у мужчин, и у женщин определённо. Через каждые три года у нас кризис мы переживаем. И вот когда предлагает Вселенная, загляните внутрь себя, загляните, посмотрите, что там. Вот давайте, пойдёмте. Вот нужен в этот момент учитель, проводник, который поведёт за руку. Потому что когда человек делает это наедине сам с собой, ему становится страшно. Страшно заглядывать туда, там больно. И вот эта карта говорит о том, что вот эти гнойники, которые давно уже пора вскрыть, вот их прямо, знаете, надо даже помочь им, помочь им, вот намазать их тёлкой, да, вот если мы это переносим метафорически на нашу жизнь, да, как вот с чириями, с гнойниками, им помогают вызреть, чтобы это всё прорвало, да, пора уже вот этому, вот этому накопившемуся выйти наружу, выйти наружу, чтобы произошло вот это вот освобождение от негатива, от боли какой-то, которая уже давно мучила вас. Для кого-то это будет действительно сложный процесс, вот, а для кого-то это будет менее болезненно, но это должно в этом году прорвать этот гнойничок, да, что-то должно выйти наружу, то, что уже давно мешало, какой-то назревавший конфликт, значит, его надо просто решить, не надо бояться никогда конфликтов, некоторые считают, что конфликт – это прямо вот брать шашку, идти воевать, нет, конфликт – это серия за стол переговоров, я высказал свою позицию, выслушал другую позицию, мы пришли, обсудили, мы пришли всё равно к общему консенсусу, но мы перешли оба, мы остались в нормальных, с репаритетных отношениях, дружелюбных отношениях, дружественных отношениях, мы расстались в нормальных, дружественных отношениях, пусть даже каждый остался при своём мнении, но мы перешли на этот новый, ещё сделали шаг, ещё поднялись на одну ступенечку в своём развитии, вот ведь что это. Так что, дорогие девы, просите быка в этот год поддержать вас, отстоять свою точку зрения, не бояться идти вперед. Да, там, где тонко, там надо порвать. И Сатурн, кстати, вот это такая планета кармы, она не любит там, где какая-то фальшь, там, где тонко, там, где уже давно разрушиться должно. Но она там просто окончательно вот так вот сделает и будет строить уже основательно. Надолго. Продолжение следует.